дорогие подписчики всем привет сегодня я хотел для вас показать один обладенный рецепт вообще сегодня конечно я буду делать будет моя сестра делать это будет творожно-мандаринный торт торт будет в таком листе вот лист он глубокий в духовке берите чтобы был глубокий чтобы торт будет весь лист полный торт просто просто бомба попробуйте сейчас вам покажу что для этого нам понадобится для этого нам понадобятся вот эти все ингредиенты это у нас будет 100 грамм маргарина 200 грамм сахара 2 яйца пачка разрыхлителя и 400 грамм муки для начинки нам еще понадобится 4 яйца еще раз 200 грамм сахара килограмм творога две баночки мандарин жидкость тоже мы оставляем чтобы делать потом на цвету глазури две пачки тортовой глазури упаковка пудинга ванильного маленького чайная ложка нас масло и 500 миллилитров молока сейчас мы покажем как сделаем спирт тесто а потом все остальное поехали добавляем маргарин пачку разрыхлителя и муку добавляем 2 яйца и замешиваем густое тесто хорошо хорошо надо чтобы масло все смешалось с мукой и с другими продуктами если тесто немножко липнет можно добавить еще немножко муки все тесто готово выкладываем на противень и распределяем по всему листу я немножко его спираю руками потом выкладываем на лист и руками можно каталкой а была каталка и потом попозже немножко я его руками распределила теперь беру маленькую каталку раскатываю чтобы было везде одинаково будет ровно и красиво сюда положим из-за разрыхлителя тесто поднимается и будет очень песочное очень вкусное тесто пышное будет? не сильно не сильно поднимется все равно пока делаем тесто раскатываем мы включаем духовку на 180 градусов и ставим ее чтобы она разогрелась готово я немножко делаю борта маленькие не надо высокие немножко тесто готово теперь начинаем делать начинку перед тем как мы делаем начинку нам нужно слить мандарины чтобы они немножко обсохли чтобы не было жидкости а можно свежие мандарины? может почему нет можно попробовать я себя с этим и делаю потом просто взять сок мандаринов и сделать мандарины сок мандаринов потом пойдет еще для глазура да? да для глазура в прошлый раз я брала три банки мандаринов посмотрим если надо добавим еще в баночку все это пока убираем убираем это будем делать начинку все нужно убираем творог собираем в чашку получается большая масса вы не бойтесь что она будет очень жидкая ничего страшного она потом вся жарится нужно очень-очень аккуратно ставить в разогретую духовку так высыпаем пудинг это одна пачка, да? да, это пачка сколько она грамм? пачка сколько она стоит? 37 грамм 37 грамм пудинг так, эти 200 грамм сахара 500 литров молока 1 чайная ложка 1 чайная ложка масла у меня оно растительное 4 яйца и всю эту массу мы миксером сейчас размешаем разобьем 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 а эти потом, когда уже спекется, у нас стынет и сверху это потом мы смешаем с жидкостью мандрина да видите, масса такая получается жидковатая она, видите, такая жидковатая но ничего страшного главное, чтобы духовка была уже разогретая так, теперь я выливаю все это сверху равномерно получается там полный, полный полный, полный он даже еще поднимется немножко а потом, когда он спекется, он немножко так садится он получается очень-очень вкусный так, все распределяю еще так, и сейчас вверх мы положим мандаринки наши а глазурь потом уже в конце, когда... бьется, остынет и потом мы делаем я потом тоже подхожу теперь берем эти мандаринки и распределяем просто так безе, да? да, 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 да ну-ка я я лучше вкуста мандаринки вкуста мандаринки мне кажется, со свежих спокойно можно со свежих вишню можно что хотите это на любителя можно с яблоками можно с финиками что вы хотите можете начинкой делать кто что любит я просто мясом люблю просто с мясом как-то неудобно было с курдиком бы как-то было по уму хотя можно попробовать вместо сахара соль взять и сделаем равномерненько вместо муки баранину взять и фарш из-за этих мандаринков еще поднимается немножко тесто вверху главное чтобы аккуратненько потихонечку поставить его в духовку чтобы не вылилось у кого есть большой казан возьмите в казан налейте тоже так же тесто выложите и в казан и в духовку его все сейчас так закрытую духовку мы ставим вверх и вниз обязательно воздух не обязательно нет вверх и вниз мы сейчас сделали по нулям получили и 180 градусов и мы его ставим теперь в духовку осторожно на 45 50 даже больше 60 минут это зависит от духовки у кого какая духовка до часа до часа до часа спокойно можно оставлять и потихонечку все закрываем и здесь показано время до часа до часа и до аптеков до сих пор до часа нижний до часа за грезь то прошло 56 минут пирог готовый выключаем ой какой какой запах не поверите какой немножко больше подержали потому что мы забыли одну пачку пудними добавить она на две было пачки мы что-то перепутали забавали одну пачку вот такой раз получился сейчас моего немножко стадим минут 10-15 на балконе прохладненько и потом будем дегустировать пока наш торт как его остывает на балконе мы сейчас наливаем вот эта жидкость от этого от пандарин 2 стакана водой выходом 2 стакана надо жидкости 20 жидкости добавляем холодную жидкость добавляем вот этот торт ингуз это какого глазурь для а и две ложки сахара и добавляем вот этот глазурь для торта прозрачный все размешиваем холодным тщательно перемешать и ставим на огонь дадим ему закипеть и постоянно будем мешать пока она не станет прозрачная как она станет прозрачным мы убираем и даем ему остыть вот масло глазурь начинает густеть как она станет что прозрачная уже немножко в ладоши белая становится все прозрачный потом ему тоже дадим немножко охладиться на быстро все наши глазурь готова мы сейчас ее отставим чтоб она оставала она станет прозрачнее так торт наш тебя за ссылку витера он у нас немножко осел это нормально паша как его теперь мы его покроем этим глазурью видите значит посвятила и теперь его прям равномерно поливаем этим глазурью дадим ему потом еще минут пять-десять остыть так вот мы залили 10 минут осталось там оставляйте его чтобы он что глазурь застыла прямо его разрежем как мягкая как по маслу так вот он вот такой у нас получается пирог на мягкий-мягкий там пышно такой и будем его дегустировать дорогие друзья вот пришло время то что я ждал сейчас будем пробовать дегустрировать тортик сделала моя страх выйдет такой получается глазурь прям он такой так сейчас мы попробуем просто просто вау дорогие друзья я вам скажу рецепт просто бомба спасибо моей сестре на экран она конечно не хочет голос услышали на экрана не хочет показываться стесняется еще это будет еще вот рецепт конечно вообще бомба еще сказал кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить видео нажмите на колокольчик чтобы не пропустить видео моё в чем скажу до следующего раза пока всем